24 июня 1956 года. Московская область. В подмосковном городе Тушино проходит авиапарат в честь Дня Воздушного Флота СССР. Тысячам зрителей демонстрируются новейшие реактивные истребители. Семь конструкторских разработок, которые пока есть только в единичных экземплярах. Среди зрителей иностранные делегации, в том числе и группа гостей из Вашингтона во главе с начальником штаба ВВС США генералом Дуайнингом. Американцев пригласили, чтобы наглядно продемонстрировать боевую мощь Советского Союза. Как только парад закончится, изумленных иностранцев привезут в Москву, где в Центральном доме Советской Армии им будет устроен роскошный прием. После обильного обеда Хрущев позовет всех гостей в парк, где прямо под деревьями их будут ждать праздничные столы вместе с легкими коктейлями. Советский лидер предлагает начальнику штаба ВВС США прогуляться под деревьями. Даунинг соглашается, и собеседники удаляются вглубь парка. Разговор заходит об успехах американцев в области авиастроения. И импульсивный Никита Сергеевич заводится с полоборота. Он просит переводчика воспроизвести его следующую фразу предельно точно. «Прекратите засылать в наше воздушное пространство ваши У-2. Непрошенных гостей мы будем сбивать», – произносит советский лидер. Эта высокая информированность Хрущева застает генерала врасплох. Он не знает, что ответить собеседнику. Американцы уверены, что о разведывательных полетах У-2 в Советском Союзе ничего не известно. Самолеты летают на очень большой высоте, к тому же без опознавательных знаков. Дуайнинг бормочет в ответ что-то невразумительное, и Хрущев переходит на крик. Не стесняясь выражениях, советский лидер обвиняет американцев в развязывании международного конфликта. Несмотря на то, что США и СССР находились в состоянии холодной войны, скандал был не выгоден ни одному из противников. Обе стороны старались не выходить за рамки тайного противоборства. В последующие дни этот инцидент постарались загладить русским гостеприимством по отношению к американской делегации. А в день отлета гостей из США подчеркнуто торжественно провожали высшие военачальники Советского Союза. Хорошо известна ведь фраза Хрущева «Если вы будете ухать, то мы вам так ухнем». Имелось в виду, ну, в последующем эта фраза воспринималась достаточно анекдотично, а ухать это происходило как раз от У, У-2. И, соответственно, имелось в виду, что мы ответим на Ваш У-2 соответствующим образом. 2 июля 1956 года. США. Белый дом. Кабинет президента. Когда директор ЦРУ Аллен Даллас вошел в кабинет к президенту, то сразу понял, Эйзенхауэр не в духе. Перед главой Белого дома лежало распоряжение о начале полетов У-2 вглубь территории СССР. Однако подписывать его президент не спешил. Информация от Дуайнинга выбила его из колеи. «Если русские так осведомлены, возможно, лучше отменить предстоящую операцию». Эйзенхауэр повернулся к Далласу. «Что будет, если нас поймают?» «Но ведь этого до сих пор не случилось», – спокойно парировал глава ЦРУ. Президент взял ручку и завизировал документ. Из донесения советской резидентуры в Турции. На военной базе Инджерлик началась активная подготовка У-2 для длительных полетов вглубь СССР. 3 июля 1956 года. Турция. Окрестности города Адан. Военная база Инджерлик. Был уже поздний вечер, когда Фрэнсис Пауэрс сел писать письмо супруге. В своем послании он признался жене, что принял решение разорвать контракт с ЦРУ. Пауэрс был неробкого десятка, но когда ему сообщили, что теперь он будет летать вглубь СССР, пилот испугался. Даже обещание начальства повысить зарплату за риск его не вдохновляло. В этот момент в комнату вошел командир подразделения 10-10, полковник Шелтон. От неожиданности Пауэрс слишком резво подскочил и вытянулся по струнке. Но командир отдал команду вольно и предложил подчиненному поговорить по душам. Шелтон догадался о планах летчика и попросил его не уходить из подразделения. Командир намекнул Пауэрсу, что в руководстве ЦРУ на него делают большую ставку. Он лучший пилот в 10-10 и в скором времени его ждет серьезная секретная миссия. Ближайшие полеты вглубь страны это всего лишь дерзкая репетиция его будущего задания. Полковник был предельно откровенен с подчиненным и предупредил Пауэрса, что в случае отказа он может поставить крест на своей карьере. Конец июля 1956 года. Один за другим в советское пространство наведываются напичканной разведывательной аппаратурой самолеты У-2. Успехи воздушных шпионов невероятны. Один из самолетов фотографирует в районе Ленинграда верфь, где строились подводные лодки. Другой, которым управляет Фрэнсис Пауэрс, совершает полет над Москвой. В окрестностях столицы самолет-разведчик обнаруживает аэродромы базирования бомбардировщиков М-4. Снимки, которые были сделаны с самолетов У-2 при помощи специальной аппаратуры, оказались исключительно высокого качества. Как позднее признается сам Пауэрс, детали были видны настолько четко, что можно было прочесть хвостовые номера на бомбардировщиках. Ведь они летали, ну как, на прогулке. Высота не освоена, ни в одном округе авиации не было, чтобы на 24. Но не было у нас. Су-9 только-только стали поступать, и то по потолку, как я уже сказал. Только с ракетным вооружением. Но они так нахально летали, знали, что им ничего. Советский Союз, то есть никакого воздействия не сделает. И они практически скрывали полностью, конечно. Вот представьте себе, какой-то секрет у каждого государства же есть. И вдруг летит, заснимает, вплоть до пусковой установки, до расчета, такая аппаратура. Все видно, все группировка, все эти объекты. 15 июля 1956 года. СССР. Кремль. Зал заседаний. Очередное заседание Президиума Политбюро началось со скандала. Во время доклада Фролла Козлова, который курировал органы безопасности, советский генсек приходит в бешенство. В самом центре СССР свободно летают американские шпионы. Это не что иное, как преступная халатность КГБ. Не дослушав доклада до конца, Хрущев хватает со стола мраморная пресс-папье и швыряет его в Козлова. Дежелый прибор пролетел у самого виска докладчика. Гнев советского руководителя вполне был понятен. Однако одними эмоциями ситуацию не исправить. Советский Союз действительно пока не обладал эффективными методами борьбы с воздушным шпионажем. Советские радары мгновенно засекали вражеские самолеты, однако боевые средства ПВО и военная авиация не в состоянии, что называется, были достать противника. У-2 летал на слишком большой высоте и к тому же обладал высокой маневренностью. 15 июля 1956 года. СССР. Кремль. Кабинет генерального секретаря ЦК КПСС. После того, как страсти на заседании в политбюро улеглись, Никита Хрущев вызвал на ковер руководителя КГБ Ивана Серова. Генсек не любил долгих вступлений. Он сразу поставил перед своим подчиненным задачу. Немедленно остановить взорвавшихся американцев. Необходимо активизировать действия советской разведки в США. Наша резидентура должна в кратчайшие сроки добыть информацию о новейших технических разработках, примененных при создании У-2. Только в этом случае можно рассчитывать на успешную борьбу с самолетом-разведчиком. Продолжение следует...